Здорово, ребята! Ну что? Что, ребят? Мистер Олимпия больше нет. Вот так я хочу заглавить видеоролик. Дело, конечно, не в том, что Мистер Олимпия погиб или что-то произошло. Дело в том, что сам титул, на мой взгляд, в данный момент потерял полностью, так скажем, не полностью, но частично потерял свой статус. Потому что сейчас, посмотрите, вот видео, идет, это видеолинейки топовой Олимпии 2019 года Лас-Вегас. И что можно сказать? Действительно, это потрясающие атлеты, они в невероятной форме и единицы, единицы на этой планете могут так выглядеть. Но при этом я думаю, что вы если мы сейчас посмотрим с вами на Олимпию, например, в предыдущих годах, где участвовали Денис Вульф, Катлер, Ронни Коуман, Маркус Рул, давайте там, и огромное количество других ребят тоже очень-очень необычных, невероятных, сверхмассивных, сверхглубоких, сверхмышечных. В данный момент весь топ он таким не выглядит. Сейчас мистер Олимпия и его форма выглядят достижимыми. То есть, действительно, я смотрю на нынешний топ и понимаю, что и наши атлеты из СНГ, атлеты из многих стран могут дойти и прикоснуться к этому уровню. Да, для этого нужно финансирование, возможность тренингов, качественное питание, грамотные, тренерский состав. Но всё это существует. То есть, можно действительно сейчас пойти взять какого-нибудь такого одарённого парня. Давайте я вам покажу одного мальчика. Новая Белая Надежда. Не так давно Борис Борисович Борис Борисовича я встретил в зале и он предложил рассмотреть в команду этого атлета это зовут его Наталий. Ну, он очень одарённый, он очень юн, он очень одарённый. Я размещу на него за ссылочку внизу. Вы можете подписаться. Парень очень-очень приятный. В данный момент, скажу так, он не испорченный бодибилдингом больших городов. Потому что в меру своей работы я пообщался с огромным количеством спортсменов очень топовых и ребят очень не топовых. И, к сожалению, не все, ни в коем случае не все, но очень многие из них оставляют мне приятные впечатления после первого знакомства или после сотрудничества с рядом из них. Хотя есть ребята, с кем даже, наверное, закончились какие-то отношения коммерческие, но это, блин, потрясающие люди, о которых, я считаю, нужно снимать на самом деле. А ролики было в своё время таким порталом. Всякие железные рейтинги и так далее. Что с бодибилдингом происходит в России, вы все видите и знаете. Про это мы поговорим отдельно. Так что, ребят, вот вам мистер Олимпия, вот вам топы. И даже сейчас там не участвовал тот же самый Кай Грин, не участвовал ряд других атлетов, которые могли бы, которые ещё относятся к эпохе недостижимости. Действительно, 99% из вас от бодибилдинга в России не получат ничего. Ну, кроме, сейчас будет шутка, 3G это гепатит, геморрой и, возможно, герпес. Забыл, конечно. Шутка не удалась, но вырезать мы её не будем. Блин, грыжи, грыжи, геморрой, гепатит. Вот правильно. То, что зачастую есть у каждого бодибилдера. На самом деле, по гепатиту нет. Но, если у вас есть мечта и цель, следуйте ей, потому что возможности есть у каждого. И здраво оценивайте свои силы, расставляйте приоритеты. Это не худший путь, который можно выбрать. Он интересный, он сложный. Мужчины без цели, это существо не самое перспективное. Такой короткий выпуск вы посмотрели на топ Олимпии. Надеюсь, вам было интересно в короткой выжимке увидеть тех, кто победил. Пока.